Девчонки, всем привет, с вами Илона. Я очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня видео будет с макияжем. Макияж я сделала по образу, то есть по одной из фотографий Дженнифер Лопес. Увидела в интернете эту фотографию, и мне просто для себя захотелось повторить этот макияж. И, собственно говоря, когда я его сделала один раз, я поняла, что в нем нет абсолютно ничего сложного, и захотелось показать его вам. Надеюсь, вам он тоже будет полезен и понравится. Покажу, что использовала для лица в этом макияже. Это был на все лицо использован BB Cream во втором оттенке от Горнье. В принципе, пользуюсь им сейчас редко, потому что даже на моей нормальной коже он дает такой влажный блеск, что мне не очень нравится. Поэтому сверху я покрыла его пудрой от Maybelline Finitone в оттенке 42. Вот такая вот пудра, довольно неплохая. Ну, по крайней мере, у меня кожа не жирная, и вроде как мне она подходит. Далее. Давно я не пользовалась вот такими румяными своими от Flirt. Тут два оттенка. Это номер 55. Сегодня я не делала никакой контуринг, потому что там BB Cream от Горния довольно-таки темный на моей коже, поэтому контуринг не делала. Делала вот с этими румяшками, немножко подчеркнула скулы с первым цветом, и вот этот добавила на яблочки. Получилась довольно натуральная и симпатичная, так что приглядитесь, девочки румяна неплохие. Так, и как обычно, консилер свой от Vivienne Sabone несовершенствово на круги под глазами я нанесла. Это у меня оттенок 0.2. Палетку в этом макияже использовала от Minx Cori Vienne Collection. Вы ее увидите. Моя любимейшая палетка. И палетка от Coastal Sands тоже моя любимая. Так что, в принципе, ничего сложного. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Так, девочки, один глаз у меня уже накрашен. Вот можете его видеть, как он получился. Теперь вместе с вами мы будем красить второй глазик. Для начала на все века до брови мы нанесем вот этот вот цвет, белый матовый. Вот такой вот кисточкой растушевочный. Так, легко-легко. Слой должен быть неплотный. Так. Надеюсь, будет видно. Не знаю, как лучше даже. То есть так, легко-легко мы это делаем. Как основа для нашего цвета. Не для цвета, а для макияжа. Можете, в принципе, пользоваться другой кисточкой, но наносить неплотно. Так. Теперь берем вот этот вот цвет. Это такой... Спонжик-пап. Это такой кофе с молоком цвет, матовый, тоже без блесточек. И будем наносить его, сейчас покажу, вот в эту зону, чуть выше складки, где косточка поближе к брови, к нашей. Ну и немножечко заходя в складку, так слегка. Сейчас посмотрим, что получилось. Так. И немного будем заходить вот сюда тоже, вот в этот вот уголок. Так. Теперь берем... Так. Теперь берем... Коричневый цвет, тоже матовый. Наносим его на кисточку немножечко. Я даже стряхну. И буду наносить его немножечко в складку, повторяя вот эту нашу линию. Так. Так. Вот что-то вроде вот этого. То есть мы просто делаем нашу складку более глубокой и выразительной. И немножко растушевываем. Так. По-моему, этот глаз у меня получился чуть темнее, поэтому сюда я еще чуть-чуть коричневого добавлю. И растушевываем. Так. Сделали. Теперь будем подводить верхнее веко. Я буду это делать тенями. Черными тенями из палетки Костал Сенс. Обычные черные тени. И кисточка такая вот у меня скошенная. Буду ее мочить. Так. Подводим так тоненько. Довольно-таки. Можно это сделать, в принципе, и не тенями, но так как в дальнейшем мы будем тушевать немножко эту линию, то все-таки лучше, чтобы это были тени. И делаем такую небольшую стрелочку, совсем маленький хвостик, такой дорисовываем. Так. Теперь берем обычно спонжик вот такой вот и немножечко так саму линию тушуем. Если у вас есть какая-то более удобная кисточка для этого, то можно и кисточкой это сделать. У меня, к сожалению, кисточки нет, поэтому я это делаю спонжиком. Вот так, слегка вот растушевали немножечко. Теперь на ту же самую кисточку, те же самые тени и подводим нижнее веко. Сразу скажу, что я не буду подводить внутреннее веко. Но в макияже, конечно же, оно подведено, и вы это тоже можете сделать. Но, к сожалению, мой глаз очень негативно реагирует на такие вещи, и поэтому я просто не хочу его травмировать, поэтому подвожу только саму веко, но не внутреннюю линию. И, конечно, при подведенной внутренней линии будет более эффектно все выглядеть. Я этот макияж немножко адаптировала под себя. Так, теперь мы берем опять-таки на спонжик, опять тот же самый черный цвет, и добавляем этот цвет на саму подводочку и чуть-чуть ниже. То есть добавляем цвет. Я, правда, немножечко что-то размазала слегка. Так, теперь глазики я до конца подвела, немножко огрехи поправила. Получилось вот так вот. Далее мы накрасим наш глаз тушью. Вот моя тушь. Тушь там у меня 2000 калорий от Max Factor. Вы можете взять любую другую, которая вам нравится. И красим реснички. В принципе, в макияже я не заметила каких-то накладных ресниц. Поэтому ресницы кому какие нравятся. Кто-то может нанести в 2-3 слоя тушь, кто-то накладные сделать. А кто-то просто накрасит ресницы в один слой, как я. Я, честно сказать, не умею красить ресницы в несколько слоев. Вот, в принципе, так вот. И начнем нежные реснички, и, конечно, тоже накрасим. Так. Вот так вот у нас получились глазки. И на губы нанесем вот у меня такой тинт от Lip Spa в оттенке 11. Это такой увлажняющий бальзам, немножко с цветом. Вот такой натуральный оттенок получится у губ. И наши губки будут увлажненными. Вы можете нанести ваш любимый блеск. В каком-то таком естественном варианте. Вот. В принципе, это все, что у нас получилось. Я думаю, точнее, я надеюсь, что вам макияж понравился. Ничего супернового я, конечно, вам не показала. Но, надеюсь, на какой-то выход вечерний он вам пригодится. Большое спасибо, что посмотрели. Оценивайте, комментируйте и обязательно подписывайтесь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова